Приветствую вас, дорогие братья и сестры телезрители! В этот выпуск, завершающий 2020 год, я хотел бы вас всех горячо поблагодарить за внимание, за поддержку и добрые отклики. Благодарю вас за стремление понимать эту жизнь не плоско, но глубоко вникая в ее духовную суть. Благодарю и за терпение, ведь не все слова, которые звучали в этих передачах, приходились всем по душе и по нраву. 2020. 2020. Красивое симметричное число, обещавшее всем год назад что-то интригующее и необычное. Так и сбылось. Ведь человеку свойственно мечтать о счастье, свойственно и удивляться. Удивляться, когда вместо праздника жизни приходят трудности. Тогда мы их называем несчастьями. Но, когда горести минуют, человек вдруг понимает, что именно этот период в преодолении невзгод и был настоящей жизнью. В этот год нас посетил Господь. Кто захотел, тот почувствовал его могущественную руку, тот услышал его призыв к духовной мобилизации, и тот понял масштаб происходящего. В нынешнее время, и это очевидно, идет схватка добра и зла. Нет, это не локальное и не местечковое противостояние символов и идеологий, как нам часто это преподносят. Нет. Это не мирное шествие и не радикальные стычки с властью. Нет. Битва идет в масштабе Вселенной и в малой ее проекции в душе каждого человека. Этот год заставил всех определиться, быть с Богом или идти против Него. Этот год явственно показал, что не бывает духовного нейтралитета, и что только от каждого из нас зависит, будет ли Бог в той новой «нормальности», пока в кавычках, в которую стремительно погружают человечество. Бог мог и не спрашивать желаний, быть Ему в нашей жизни или нет, но Он ценит, ценит свободу человека выбирать себе царство, света или тьмы. Истинные христиане взяли молитвенный щит, вооружились терпением и надеждой, борясь за Отечество, небесное и земное. Уходящий год стал торжеством правды. В этом году ложь лилась потоками. Ее многословие уже обличает ее саму и тех, кто за ней стоит. Есть выражение. Если в душе ад, то искры сыплются изо рта и попадают особенно на страницы интернета. А правда, правда часто говорит взглядом, честным, спокойным, любящим. Этот год открыл, что такое настоящая любовь. И как это сложно любить, то есть прощать и терпеть друг друга. Этот год помог каждому разобраться в себе. Умеет ли он сам любить без условий. Этот год помог увидеть, кто нас любит. Это касается чувств к родине, родителям, супругам и детям, и всем, с кем нас свел Бог. Многие потеряли своих родных и близких в этом году. И поэтому еще больше стали ценить семейные узы, родовые связи. А значит, этот год дал понять, что семья до сих пор остается основой жизни и нашей крепостью. Мы научились ценить живое общение и возможность видеть друг друга. Этот год научил разбираться в друзьях, на всех уровнях нашего бытия и во всех сферах деятельности. Этот год показал, как важно уделять внимание воспитанию духовности, нравственности и культуры. Стабильность и потребление благ завели в тупик. «Очень далеко от истинного смысла и цели жизни, мы перестали вглядываться в вечность, а опустили взгляд под ноги». Этот год вернул вкус к простым вещам и научил замечать те мелочи, которые сопровождают обычную будничную жизнь, но без которых она являлась бы сплошной проблемой. Многие научились ценить то, что для них делают другие, словно вдруг поняли, насколько важен любой труд, насколько важны хорошие вести с урожайных полей и сколько тракторов продали за месяц. Возникла благодарность простым труженикам. На мой взгляд, люди стали ответственнее относиться к окружающему миру и друг ко другу. И, видимо, каждый найдет те положительные сдвиги в себе, которые его в уходящем году приблизили к Богу. Права была Матрена Наумовна, задонская подвижница, когда говорила, «Горе в жизни – это гостиница из рая». И этот год подтвердил правоту апостола Павла. Трудности рождают терпение, терпение – опыт, а опыт – надежду. Мне желанно пожелать в новом календарном году твердой надежды, что добро победит. Крепкой веры, ясного разума, любви друг ко другу, обостренного чувства ответственности друг за друга и за наше земное Отечество. Хочу пожелать верности и чистоты души, радости и благодарения и мирного духа. Пусть ваши семьи будут крепкими, дети послушными по любви к вам. Берегите друг друга, берегите страну, берегите веру предков. Нам нужно выиграть это сражение. Добро победит. Добро победит. Берегите веру предков. Фондю любит тебя! Субтитры создавал DimaTorzok